Итак, друзья, всем привет! С вами Слэм, с вами Таффа. Мы с вами чемпионат под названием World Cup Inter 2012. Ведем репортаж с этим чемпионатом на ksgo.starladen.tv. Там вы можете подготовиться со всеми результатами группового этапа, стадии плей-офф 1-4. Ну и сейчас у нас полуфинал не против команды Maus'e, сколько Британия и Норвегия, а против шведов. Таффа, вам слово. Да, друзья, конечно же, на самом-то деле, выбрали мы не самый, возможно, интересный по борьбе полуфинал. Но все-таки здесь играют ипп, которые сейчас самые лучшие в ksgo, и за ними просто приятно смотреть. Ну и Maus Sports вроде бы показывает неплохие результаты, может быть, эти парни сейчас будут сопротивляться, а может быть, они сотрят сенсацию. В общем, сейчас все увидим, узнаем. У меня один вопрос. Как поставить Source Filmmaker? Да, как поставить Source Filmmaker? Не знаю. Таффа уже хочет снимать видео, снимать ролики, он уже тут грозится снять все-таки все. Скандальное видео, да. Скандальное видео от Таффы. Скоро. Ждите. Осталось только разобраться, как поставить. Ready Up, Maus просит. Вот готовность от британцев. А британцы пока не особо не особо ли готовы. Ну и лейнап, друзья. Британские команды Maus Sports. За нее играют два норвежских игрока. Это Stinger и PRB, друзья. Остальные все из Британии. Rattlesnake, MX и PT. За них играют такие гранды, как или Сунт, он же Гитрайт, Линдберг, Форест. Вот Лендштром, это Гзист. Фрайберг, это Фрайберг, конечно же. И Йоханссон, это товарищ, товарищ Фифларен. Фифларен. С никами можно вот так даже ознакомиться, в принципе. Вот мне очень сильно нравится то, что они выбрали старое стиль написания ника. Это правильное имя, фамилия. И под фамилиями все выглядит очень профессионально. Ну и начинается все здесь с найфраунда, как мы видим. И сейчас будет выбор страны, за кем узнаем. Вот тут какой-то чувак невидимкой бегает, его зарезали. Это был Линдберг. Ой, Форест применил невидимость уже как-то, да, на вармапе. Вернее, на ножах. Ну и пока Maus Sports, в принципе, очень уверенно идет к тому, чтобы обыграть в этом ножевом раунде своих соперников. Но Али Сунт остался против PRB вместе с Фрайбергом. Ой, Фифлареном. Ну вот Фифларен пока не знает, что ждать от PRB. PRB его, в принципе, запушил. За атаку, скорее всего, останутся игроки команды Maus Sports. Им стоит, да, вот написали stay. Им стоит, конечно же, сейчас, наверное, подумать над первым пистолетным раундом, как они его будут играть. А у нас здесь баг небольшой на GoTV. Как видим, вот он, Форест. Такой, да? Фоткаем, друзья. Скриншот нужен. Это, как это, не знаю, как это даже назвать. Как он тут оказался? Заброшенный шпион просто оказался. Команде NIP. Такой. Нет, это человек-фальшивка. Человек-фальшивка. Он будет, в принципе, вводить в заблуждение команду Maus Sports, например. Вот таким вот Макаром. Rattlesnake хотел дать тимкилл, но получил сразу же в обменец от Фореста. Ну и мы ждем начала этого великолепного матча. Пока, друзья. Напомню вам. VK.com. Слэш. KSSLTV. Подписывайтесь на эту страницу. Вконтакте. На ней будут все анонсы фактически публиковаться. Матчи из стар серии StarLadder. Турниры, которые мы освещаем. Ну и пару фото-жап, думаю, мы туда тоже сможем забабакать. Итак, друзья. У нас рестарты, я смотрю на КТ-респаун и наблюдаю все еще Фореста. Вот в неудобный для себя на самом-то деле. Вот за ним хотя бы, наверное, можно будет посмотреть. Вот так, да. Форест, аркады, дигл. Ну что, пистолетка. Пистолетка начинается с аркады от Фореста. В нижнюю Стингер его моментально закрывает. Верхнюю Т-шку пушит Гзист и Фрайберг вдвоем. Они знают, что в нижней был Стингер. Стингер пытается развернуть этих парней на Бена. У него не получается. И в два атака проходит на Аплент. Достаточно уверенно. Вот тут прикольно легла тушка. Ну, слушай, пока все довольно печально. Все-таки у оставшихся игроков команды НИП Маус Спортс делают дело. И, скорее всего, они сейчас забирают первый раунд. И в отличном настроении будут продолжать, точнее, начинать эту встречу. Это полуфинал. Посмотрим, как они разыграют. Выход с парабета. Пока разыграли на гранату от ПРБ. Еще один норвежец сдает минус в первой пистолетке. И эта граната приносит минус один. Ну и победа, естественно, в раунде за Маус Спортс. Друзья, ПРБ становится. Так, слэм, давай мне поставить память. И вот под паником Али Сунт, это понятно. Нажми на тап, просто на тап. Линберг, понятно. Просто на тап. И у тебя все написано. А, ну да, действительно, все. Окей. У тебя Форест тоже вот такой? Форест? Да, посмотри, какой он на меня. Такой человек, человек подстал просто. Да модельку ты протыкал, я тебе показывал. У него моделька атаки, а он играет за ПТ. Все, нет, давай посмотрим, что на Эко придумают парни. Я вижу, как минимум, 3D-гладь, дедушки на... Я вижу, дедушки на прессе, и драйта, и это уже меня начинает настораживать. Да, 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 они все-таки знают, как сливать, знают хорошо экономику этой игры. Здесь на самом-то деле есть фишка, конечно, с фрагов и с обреза. Ну и деглы мощные. Прэбэ легко, с МП7 минусует Фрайберга поджим длины. Так, дедушка, дедушка идет, и не один, втроем попытаются... Брати внимание, что Прэбэ играет очень технично, он специально... А, тут уже на Б зашли. Ну тут долго, конечно, чесали свои булки НП возле коробки, и это 2-0 за Маус Спортс. Ну и Бизон от МХ в деле, друзья, вот длина еще один парень, МХ об этом не знает, но теперь знает уже точно. Выходит обрез по 250, и... О, Халисун! Заносит с дробовика, посмотрим, сколько у него по деньгам вышло. 1250 у него уже денег, он пошел еще нарезать один минус, бежит через Респу, но об этом уже известно, и ПТ его, наверное, отрежет все-таки. С коридора не развернулся, пошел на ПРБ, тот с Бизоном своего тиммейта, МХ, и минус за ним, друзья. 2-0 в пользу Маус Спортс. Еще один экораунд ожидается от шведского коллектива. Ну и после него уже начнется самое интересное, там будем смотреть с 2-7 раундами. Я слегка освежу вашу память и напомню вам, что, друзья, команда НИП в финале ESVC 2012 года обыграла команду Вэри Геймс на карте ДДАС-2 со счетом 16-3. Вот это было полное изнасилование французской команды от шведов. Здесь же им противостоят в полуфинале немножко другие игроки, другого плана, другого характера. И я думаю, что они попытаются навязать свою игру в первой половине. Что ты думаешь, там? Ну, я вообще все-таки думаю, что атака это атака. И в любом случае нам стоит ожидать уверенную атаку от команды Ниндзи в пижамах. Ну и, в принципе, пока что все зависит от того, сколько раундов смогут взять Маус Спортс в атаке. Пока так. Может быть, конечно, Маус Спортс сегодня суперклассно выступит, но... Гзист уже готов, между прочим, взять спину к Стингеру сейчас. Вот, в принципе, этот замес. И смотрим. Да, Гзист спалился. Гзист спалился. Он топ, но мы его видели. Сейчас будет перекрытие с Парыча. Хотя нет, Парыч не стал по нему стрелять. Странно. Игрок атаки ушел на длину. И вот он, Парыч. Приходит. Ниндзи. И на два фронта Гзист. Но тут без шансов, конечно же, от Стингера и всего состава Маус Спортс. Такие дела. 3-0. Первый девайс на их НИП. АВП сразу же у нас берет Фифларен. Так, Фрайберг на кольте. Все четыре игрока на кольте, кроме Фифларена. Давайте смотреть на проброс дыма. В центре будет он. Да, готовит дым здесь Фифларен. На мид сразу от ящика, наверное, полетит. Это проход Б, как минимум. И давайте смотреть. Да, да. Дым падает в середину. Форест Фрайберг проходит через этот дым. Закрепятся они на точке Б. Поджим длины от НИП. Сразу играют в яму. Моментально пробегает Гидрайт. Его будет прикрывать тиммейт с флешкой. Но, как видим, грамотно. Играет ПРП, но не чекает яму. Видит рекламу. Убьет рекламу, но с ямой его сразу настигло. Гнев и ненависть шведов. Просто интересует меня АМХ. Он остается играть с МП-7. Все-таки он экономит сейчас деньги. Ой, какой хороший выход. Парыч разобрался. Это как? Просто ну ура. Ну ура. Еще и... Ну а Гидрайт с Форестом непростые. Парни минус 2. Там есть дико. Вот у этих парней тимплей вообще в звене на левеле. Так что сейчас они могут очень и очень плотно сыграть. Но Реттлснэйк казнит Фореста. И казнит Сингер Гидрайт до 4-0. Первый девайсный за Маус Спортс. Британия вперед с Норвегией. Эх, норвежцы. Ну, хорошее начало. Старики молодцы. Меня вообще радует. ПрБ просто красавчик. Не, молодцы, молодцы, молодцы. Еще раз молодцы. Но Маус Спортс это самая непредсказуемая команда на этом турнире. Действительно, это не то, что темные лошадки. Это здоровые темные кони, которые вчера перевернули Копенгагенских волков в четверть финалов. А вот Копенгагенским волкам некоторые игроки приписывали реально, ну, дальнее путешествие в далекий финал. Но вот этого не произошло. Будем надеяться, что может Маус Спортс нам здесь покажут что-то. Опять же напомню, что пик карты The Dust 2 был за мышами. Нипы пикнули Инферно. И третья карта это будет Мираж Гоу. И если, конечно же, счет будет 1-1. Мне кажется, что вполне возможен такой счет. Ну, окей. Итак, побитый у нас уже Фрайберг. У него 23 хилса. Пытался где-то он пострелять с дигла. Видимо, не очень успешно получилось. В общем, смотрим на экораунд. Есть два Дезерта. Уже один, к сожалению, у команды Ниндзи Пижамах. Но пока что 5-0. Уверенный Маус Спортс. Здесь реально суровый микс игроков. И тут мало великобританского флага. Немецкая организация. Там три из Великобритании парня. Два норвежца. В общем-то, мультигейминг полный. Опса Лисун. Хороший минус против ПРП. Вторая баночка зашла просто на уроне. Устинкера 6. Его сейчас убьют. Минус. Но микс должен закрывать. Микс должен закрывать. Пета халдить. Сейчас его Форест так закроет. А ну-ка. Опачки. Никого Форест не закрывает. Ставится бомба Петы. Они знают, в принципе, о том, что Фифларен должен быть на ГТ. Потому что тот, в свою очередь, вместе с Гидрайтом раздавал подъем. Так уверенно спиной в подъемы выходил. Нет. 5-0. 5-0. Он ждал просто пуши на парню. Кстати, покажи мне сейчас интересно. Вот сколько по деньгам. Будет ли два бая подряд в любом случае? 6-400 было. Не будет. Какая тяжкая экономика. Ну, посмотрим, сколько денег дадут за проигранный раунд. Ну, в общем-то, в 1-6 бы они смогли два оружейных сыграть подряд. Купили кольты. Купили кольты. Есть девайсы. Все хорошо у них. На самом-то. Они по экономике. Вот на второй девайс. Нелогично вышли. И чек центра ВП. Фифларен сразу без инфы оставляет своих тиммейтов. Ну, 2-1-2. Рисковый шаг. Плюс поджим пары. Ча есть от Гзиста. И Ланштон чекает. Вот не получилось у него начекать. Ну, ура. Тэшка не вышла. В итоге не спалились. Мало спорта. Есть сейчас у них преимущество в том, что соперник не знает, где они находятся. Агрессивных контактов не было. Вот пошел чек длинные. Запускают Гидрайта. Оставят, скорее всего, его здесь, на яме. Что-то там стреляют. И услышал это вдобавок ко всему. Мид, между прочим, на двоих закрыт. Смотрим на МХ на длине. Он против Гидрайта. Не знаю, сможет ли сыграть нормально. Но одна флешка от Гидрайта, в принципе, поставит его в невловкое положение. Переслел. Ой, 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 ой. Хорош, не расчетает. Как долго МХ убивал своего соперника. Мы слэма наказали за это. Ну и 2 в 3. Слэм. Маус Форс. Творят чудеса. Творят чудеса. Да неудивительно, на этих парней реально стоит поставить. Один реттлстейк, чего стоит, это еще он не взял АВП, ребята. Как он только возьмет АВП. Там вообще начнется, конечно, настоящая жесть для НИПов. Ну вот, наконец, я так боялся, что НИПы год всех будут обыгрывать. И ни один турнир не проиграют. Но, может быть, сейчас. В любом случае, по крайней мере, поборется Маус Форс. Ладно. Не, ну завершить год было бы логично поражением команды НИП, чтобы следующий год был интереснее. Для нас-то как минимум. Какой ты добрый. Я очень добрый просто. Крайне добрый. Крайне добрейший просто персонаж. Ладно. Да, мое единственное желание, чтобы какая-то команда, любая со СНГ взяла и на финал, если всем буржуем и доминировала в КСО. Да, парни, мы ждем, конечно, этого момента. Просто, знаешь, мне вот за эти годы, вот я это уже второй чемпионат, я на котором я просто офигеваю, наших нет. И мне просто с самого начала неинтересно. Насколько я люблю КСОМ, да, финал, конечно, класс, полуфинал. Ну да, групповой этап, конечно, мы помучились. Там было много неинтересных, игры спонтанных, ожидания были совсем другие. Но, тем не менее, мы добрались вот до стадии полуфиналов, этому надо радоваться. Следующее, что мы будем смотреть, это уж точно финал Дримхака. Ну и кто же попадет, кто же будет в первый финалист, пока не ясно. Да, но по поводу финала могу сделать небольшое анонсирование. Возможно, Юра Страйк будет вместо меня со Слэмом. Там есть, конечно, к сожалению, параллельные трансляции. Я постараюсь здесь быть, но несет меня зависит. Так, смотрим, отличный выход. Все замечательно. У НИБов ничего не получается. Они падают, их перестреливают. Они не могут, их обыгрывают по тактикам. Поэтому, короче, я в шоке, если честно. Да нет, здесь они просто пуш-у-б проиграли, потому что очень грамотно Маус Спортс с ожиданием. Ну, знаешь, что... Они занимают Тэшку, они сразу приедут позиции, на которых сидят НИПы. И видно, что ребята готовы. Возможно, даже смотрели демки. 7-0. Пока повторяется. История команды НИП против Эрикеймс. Так смотри, здесь НИП в качестве жертвы. Я не вижу Слэм, я не вижу ни Фореста, не вижу ни Гитрайта. Где вот их космическая суперсельба, которая была не так давно на ИСВЦ. Покажи ТАП, пожалуйста, вот 7 людям, чтобы мы посмотрели, что там вообще происходит в статистике. 4 на 7, 4 на 7, лучшие показатели НИПов. Ого. 0 на 7 идет Фрайберг, что ж предсказуемо. Ну, вот видишь, лучше пока что по фрагам. Здесь, конечно, на игроке из 1.6. Причем все трое. Фифларн, Фрайберг пока что отдыхают вообще абсолютно полностью. Влив подплэш на длину от НИПов. Ну что, Швеция? Ну, Швеция сейчас будет получать юлей. Просто здесь уже все, там еще и Форест. Подожди, минус 1, а, все, минус 2, без шансов, без шансов. Восьмой раунд. ПТ просто раскладывает. Реттлснэйк минус Фифларн. Вот бы в ноль бы, а? В ноль бы первую карту, чтобы пацаны быстренько пришли в себя. Ну, вот Фрайберг играют с Колоном. Колон, видишь, Колон написано у него на баре. Люди говорят, что это типа Колон спрятался под Фрайбергом. Но на самом деле Колон как бы на 40 килограмм поменьше. Колон среди нас. Ну, а тут 8-0 пользу Маусу Спортс. Пока игра в одни ворота, но после восьмого раунда должно у Нипов уже екнуть сердце. И за матч Вецию им предстоит сейчас начать выигрывать. 7 колон, пацаны. Я ставлю Source Filmmaker и ждите от меня вот уже в ближайшие дни Супер Мувик про меня, Слэма и команду Натус Винсер. Еее. Почему Нави? Ну ладно. Первое, что на ум пришло. Первое, что пришло на ум. И вынесет. Публика не подтянет. Так, ну что, будет Фореста убивать? Да, Форест у нас опять же вот с моделькой великолепной просто. Ну смотрите, кстати, что-то получается. Детраид поджал в длину и дает минус длины. Хорош, или он вылетел из банки, минус парочи. Папа, включи, пожалуйста, от себя третьего лица Фореста. Я не могу очень сильно. Прошу меня просто, нужно понять, в чем же дело. Форесту? Да, я короче сделаю реконект после этого раунда, друзья. Нормальный у меня Фореста. У тебя нормально, у меня там моделька атаки. Ну, бывает. Ладно, смотрим, 3-2 ситуация. Ребята, на самом-то деле, сейчас очень интересный раунд может получиться. Бомба сейчас почти поставили на бэлт. Если Рытлснэйк с окна сыграет неудачно. Он вылетает и дает минус к хедшотам, минус к зис. Форест отбирает стингер с щепки. И пока развалины НИПы, развалины НИПы. А я делаю реконект в тот момент, пока есть возможность. Короче, у НИПов какие-то реально проблемы. Я не знаю, знаешь, вот честно, не знаю эту историю, что там с Гитрайтом, что у него там слух может заглючить, что у него операция в декабре намещается. Да это не слухи, он это сам упоминал. Не, ну это будет, я просто не знаю до конца всю вот эту историю. Вот ему сейчас плохо, сейчас он как он видит, как он слышит. Нет, сейчас ему все нормально. У него просто может быть при осложнениях, может быть потеря слуха до 40%. А, ну ясно, ясно. Ну просто значит все хорошо. Но парни явно не проснулись. Вчера, походу, они уже праздновали победу на Дримхаке в каком-то шведском коппинском клубе. Да, ну пока... С супер-шведскими дамами и прочими штуками. Но не вышло. 9-0, пока Маус и Спорс на британский флаг рвут команду НИП. Вот именно так и происходит, да. Это удивительно. Еще, еще шесть раундов и у нас будет сухая в первой половине. Такое никому не удавалось в мире CSGO. Ну вот за все это время с выхода игры... Реальный камбэк против НИП сделали АСС. Знаешь, что камбэк один, а вот сейчас уже 9-0 и тут уже на самом-то деле страшная ситуация. Ну что, пацанам досталась сильная сторона. Это их карта. Они показывают, что они не зря пикнули Дастера и показывают, что они реально крепкие ребята. Что готовы, как бы, да, это нормально. К этому нужно быть готовым НИПАМ. Было быть, но вот, как видим, все-таки британцы из Маус нас поражают. Я хочу их на Старладдере. После такого эпичного момента. Ну что, просыпается Фрайберг, его сразу давят под Б, там идет врыв, это сплит. Будут заходить стэшки на ДНС один из игроков. Защиты есть, это Форест. И Форест сейчас попытается застать врасплох. Перестрелка с щепкой. Без результата. Все, на него уже фокус лег девайсов. Бачко чекает своего, но убивает. Тем не менее, плент запирает биты, перекрест на огонь. Удается воссоздать на Б пленте. Остается один Стингер. И вот он первый раунд для команды Ninja in Pigeons, друзья. Но Стингер все еще хочет бороться. Ну подождите, да, да, да. С даком, с даком пропрыгивает щепку. Очень технично действует против двух оставшихся шведских игроков. Ну вот бомба на Дэнсе лежит прямо у нычки. Но Стингер попытается сейчас, наверное, сыграть в раш. Да, вот он знает, что один игрок уже на стейф. Раз, два, три, три, первого. Перестрелка. Ой-ой-ой, мог выиграть раунд легко. Размен от Гзиста и 70 кп осталось. Ну вот при счете 9-0 первое очко забирают себе Нипы. И вроде бы могут подсобраться. У меня такое ощущение, что Маус Спортс ехали в Швецию через Амстердам. Ну уж какие-то они супер резкие, быстрые стреляют, попадают. И вообще, ну как будто каким-то мясом играют. Быстрые, резкие, как пуля, дерзкие. Все правильно, все правильно. Как будто какое-то мясо против них. А это Нипы вообще, самое страшное и ужасное. А, опять же, пока все комьюнити 1.6 бойкотировало лигу ЦГС и ржало над ней, что там играют за бабки в Сурс. Я напомню, что за эти как раз такие бабки, вот бились такие парни, как Эллстейк. Там никто не бойкотировал, там не в этом дело. Там просто нужно было либо там играть и больше нигде. Понимаешь, это было слишком жесткое условие для 1.6 игроков. Играть только в Сурс и не играть в 1.6. Нет, это уж слишком много. Захотели организаторы американской лиги. Ну, по крайней мере, они все организовали на высшем уровне, на мой взгляд. Для того времени это была уже редкая спектакль. Ну, все, rest in peace эта лига. Смотрим за продолжением игры. Тут, кстати, хороший раунд очередной для Нипов. Плант, на, выходит, это ПРБ ставит бобу. И сейчас Фрайберг, Фрайберг сейчас может зарешать очень хорошо. Если отрежет хотя бы... Фифларн, наконец-то, насчет убивать. Ну, отлично, парни. Пэта ПРБ их сейчас добьют. ПРБ очень мало. Хилсов 14, Пэта соточка. Ну, и Фифларн уже идет по длине. Есть минус от Гетрайта. Ну, и все, наверное, на этом все закончится. Это хэпшот, знает, это КТ, КТ выходит. Это Фрайберг. Минус Фрайберг, 1 в 2. Ой-ой-ой-ой. Как накрыл, как накрыл. Ну, Нипы здесь со всех сторон просто... Я даже не знаю, как это описать. Просто налетели и уничтожили. Шансов не было. 9-2, наконец-то. Вот уже что-то похоже на Нипов, на Шьедов. Китрайт, Гзист и Форест. Только эти три парня. Два сорсера бывших, три фрага выдавили за 11 раундов. 1 на 11 идет у нас Фрайберг сейчас. Да, и 2 на 10 идет Фрайберг. Три фрага через 11 раундов на двоих. Это просто... 29 тысяч долларов просто. Этот парень потратил впустую. 32 уже. 32 тысячи долларов этот парень потратил. Да, один фраг, 11 смертей, больше всех потраченных бабок. Я думаю, я не доверю этому парню в бюджет России. Это какой-то глюк, ладно. Это не глюк, на самом деле. Оглянулся, это глюк. Да, смотрим, смотрим, ребят, что будет дальше сейчас в этом матче. Что предложит Мау Спортс. Все-таки, походу, не поняли, что нужно делать со своими соперниками. Сейчас активно тройка. Гитрайт, Гзист и Фифларн разыгрывают длину. Они определяются, что делать. Но и в итоге Гзист и Фифларн походу пойдут в парочи, либо с бочек будут принимать. Нет, гусь, спуск, Гитрайт в яме. Вот так. И закрыто Б. Очень закрытая тактика. Нету АВП, по-моему, по-прежнему. Не, ну как закрыто? Тут закрыто только Т-шка на АВП. Нет, ну смотри, они отдали центр, считаю, что просто глухо на Б. Там Фрайберг сейчас играет на чек. Отлично на чек играет. Ну а вот что, все, вышли. Нет, его за этим ящиком убить очень просто. Он играет просто на чек, дает минус, он сразу размет. Очень опасно так играть. Он просто здесь для того, чтобы посмотреть, да, и убежать, и с Форестом забежать в Т-шку. Сейчас МХ открывается на к нему, стягивается Реттлснэйк, это выход мид. Это выход мид, плюс Б будут выходить на Фрайберга. Все-таки вот его шансы тыграться. Как провтыкали МХ, это так. Играет свои фраги, и вот Фрайберг почти вжимает второй минус. Открывается жесткий хэдшот против ПРБ. В этот момент МХ пушит гусями, но сует на гусях, зистает инфан, и медли остается живой Реттлснэйк ставит башку Фрайбергу. Три в два, есть шанс у Маус побороться. Нет, 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 там сразу МХ поставили хэдшот с длины, и отличный раунд для Нипов. На самом деле он мог закрепиться на А, если бы хп осталось побольше. На самом деле, вообще, МХ прошел с парочей, его никто не видел, и встал вот в эту новую нычку за угол. Надо было не выходить в центр, а играть от МХ. Что сделали Маус Порт? Зачем они сплит-б разыгрывали, когда у парня такая позиция была хитрейшая? Только за шкафом, только Хаус Порт. Потерялись, потерялись Маус Порт, и если Нипов еще пару подряд возьмут, то команда просто посыпется, их переломают. Сейчас будет пуш длины. Они не таких съедали, эти жесткие шведы. Все одну слоу съели, ложечку. Просто красавица. Все втроем. Тактичка. Тактичка такая, что сейчас, походу, опять МИДБ будут делать немцы, ой, немцы-британцы и два норвежца. Ну, там скоро деньги закончатся, кстати, на самом-то деле, еще чуть-чуть усилий Нипов, и они экономически смогут сломить так же Маус Портс, как и по игре. Если сейчас здесь Тингер займет, Парыч, вместе с Реттлснэйком, то это по-любому будет стяжкой МИДБ. Просто они с Б, вот сейчас уже парня не качают. Никак. Вот Фрайберг принял нормально, в принципе. Смотри, Гетро оставили на подсадке, на ящике пока что на длине. Гизист хелпующий фифлар на гусе, снова Парычи сдалека на Апленте, и снова закрыто бы Плант, играют Нип. Отдают инициативу, на самом-то деле, атаки, Реттлснэйк берет ВП, и с ВП выходит МИДБ, что ты делаешь? Зачем? Парычи стингер нарабатывает так же контакт. Тихо, тихо, Реттлснэйк. Мы вчера переводили, это гремучая змея в переводе, то есть он супер резкий, супер дерзкий, но и... Как пуля меткий, ну вот сейчас он... Оп, Фрайберг под флэш, под флэш. Хорош, хорош. Очень грамотно ушел сейчас, на самом деле. Ему надо отдавать позицию, ему нельзя здесь оставаться. Сингер Парыч шатает, но Плантов Тэшкина АБ, и это сплит Б с фейком на Парычи будет сейчас в исполнении Моуспорца. Очень неуверенно, криво, вот все, зажат Фрайберг. И тут я вспоминаю, что я сказал в начале раунда. Тип Фрайберг, точнее, дает минус. Красавчик, какая флэшка с Б вылетела? Мик нормально отрезал А, это 2 в 4, ну вот с разменами, конечно. Форест классно сыграл, он очень классно хлопанул флэшкой, дал свой минус, идеальный гидрайт, как гидрайт, и... Минус 2 от Фореста, молодцы. 4 в 9 не дают небольшое возвращение свое. Так, ну и, по-моему, последние деньги для Моуспорца. Давайте смотреть, 4 в 200, 5 в 200, 6 в 500, 6 в 200, да, после этого раунда уже, скорее всего, закончится, если они будут установлены на бомба. Моуспорца просто захлебнулись в серию успешных раундов и подрослась немножко, потому что разыгрывали два раунда реально тупо в Б, тупо в Б, через Минус 2. Там, по-моему, паника, ой, мы выиграем, ой, мы выиграем 9-0, ой, что делать, ой, что делать, ой, что делать, и сразу такая ответка от НИП на 4 раунда, это все это сильно на самом-то деле. Оп, Савика от Фип Ларена, и он пока что как фипочек замазал. И опять замазал. Второй раз его тоже от Фип Ланнирили, и он уходит каленый на Аплэнт, его заменяет Фрайбер на центре. Могли и нашить его опасно. И Фрайбер сейчас может прошить, нет, в ответку от ПТ, залетает прострелом 4 в 5. Преимущество шаткое, но оно есть у Маус Спортс, если... Ну, сейчас будет попытка выбить парапет, пошла туда моменталка сразу, чтобы согнать, да-да-да. Там Флоренс в ВП пытался, кстати, парыч занять, и получил флэш, и не занял позицию. Ну, кстати, первого будет щелкать стопудово, скорее всего, минус. Да-да-да, первого он забирает. Еще я и успел отдать хаешечку, в общем, отлично. Все 2 в Распе, что они там делают? Вышли в центр. Они вышли в мид, и пойдут пушить Гзис, и Гзис сейчас отхватит просто. Хотя нет, он видит голову первого, убивает первого, знает Топарыча, убирает Топарыча, ну, дожми. Дожми, да, дожимает, стреляется с КТП, РП его разменивает. С подъема приходит, конечно же, Голова Рич, Гедрайт, но и ему здесь не оставили шансов. Власт остается Форст, давайте посмотрим на пады Каллимберга. Давайте посмотрим, как Форст убьет Палас Форст. Это легендарная личность, на самом-то деле, в мире 1 из 6 был, это вот один из великих игроков, между прочим. Сейчас КСГО показывает в этом уровне, и тут, как видим, пытается 1 в 2 расчехлить своих оппонентов. ФМХ заставил в планете открыться, поставил каску. 14 хилсов, ушел, прифаером пытался поймать ПРБ, ПРБ не вышел. Не, 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 он не уходит, он мансуется в дым. Ну, там же тоже старик еще тот, на опыте такой сейчас. Ну, по хилсам проигрывает, конечно, на ПРБ. Ой-ой-ой, но по мастерству так же, он проигрывает, Линберг берет раунд 1 в 2, это Форст, знакомьтесь, пятый раунд, нету диффузов. Есть, 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 пятый раунд подряд, отлично. Комм был диффузен. 9-5. Ну, что это за раунд, вот вообще на самом-то деле, почему игроки 1-6, такие раунды никогда в жизни не делали сплит на А через мидл и парыч? Как так? Можно было, да, есть определенные антитактики, но слишком мало гранат было брошено, и слишком легко убиваются террористы в РСП Контров. Друзья, во время эфира, во время самого матча мы читаем ваши комментарии, но читаем только в Твиттере по хэштегу КССЛТВ. Так что, если вы хотели нам что-то рассказать... Да. Что такое хэштег? Пишите решеточка и ваши сообщения в вашем Твиттере. Решеточка ЦССЛТВ и пробел сообщения. И мы его обязательно читаем, так что вперед, друзья. С Фореста пушит Твиттер, залетает, смотрит, тут никого. Ну, сейчас Форест может перекрыть на самом деле, аж все основное звено нападения, которое выходит как раз-таки в Твиттере, сразу голова. Вот Форест моментально отходит, не продолжает, не ждать второго, минус ПРП есть, третий уже не идет. А там что, завис пацан или что, что он в пол смотрит? Кто? А тут был еще, а, у меня глюк такой был. Ну, Форест здесь хп оставил все-таки, но тема еще в том, что если сейчас Фифларен, нет, Фифларен выигрывает, то МХП-стрелка длиннее, все, и здесь поджимет не Тэшки от Фрайберга. Ну, вот смотри, Форест минус 290 холсов за раунд последний дал. Суровый парень. Просто минус 290 холсов вообще, это мечта. Но опять же это Форест, знаете, такие парни, как Форест, Гидрайт, да, вот Марк Елф даже, на мой взгляд, Эдвард, вот эти вот четыре чувака, я точно уверен, они в любую шпилку будут играть офигенно. Да и было бы желание и все остальные классно играли, и Сережа, и Даня, и Зевс, и все Na'Vi, и все наши топовые игроки. Там вы сейчас заплачут, теплоточка принесли. Да, я сейчас заплачу, да. Нет, смотри, на самом-то деле, конечно, все, сказка о Золушке закончилась, мне показали, что все это было случайно, все эти 9-0. А ладно, показали, они еще ничего не показали, там было второй, им надо по второй половине выигрывать. Они сейчас метут, они даже если проиграют пистолетку, они все равно сметут на успонс. Если проиграть, это уже не будет сметут, но это будет... Средоточусь лучше на четкости британцев, потому что они хотят сейчас видеть себя в дефенсе победителями, я в этом уверен. Они чай пошли пить, все, сколько времени там, давай сверим часы там. 5 o'clock. 5 o'clock нету еще? Нет еще 5 o'clock. Ну ладно. Вот наши первые сообщения в твиттере КСС ЛТВ, слом, когда ты свободен? Не знаю, выглядит как какая-то договоренка, начали 9-6, потом 9-6. Пишет нам Владислав Винчестер. Владислав. Винчестер? Винчестер. Красава. Что там с нами? Слушал, что перешли на Гоу, но в каком составе? В полном, со своим составом, написал нам Макс Коррелин в твиттере. Перешли своим составом, еще твиттер ожил. Слом, привет, как твои делишки? Все нормально, мои делишки. Тебя еще раз попросили чуть-чуть звука С потише сделать. Чуть-чуть звука С потише, но тут уже, по-моему, некуда делать, как бы, тише. Всегда есть куда. Всегда есть куда. Я всегда в КСС играл со звуком 0-0-2, всегда шпылил раньше. Вторая половина. Поехали. Вторая половина. И сейчас посмотрим на Нипов. Я уже вижу Диглу Фореста, и это, по-моему, клан Банан Отаке. Или нет? Чек мидла. Посмотри, а не мид сразу в треем чек, вот начинает его простреливать, ожидания какого-то чуда. Ну, давай смотреть, что Нипы тут ожидают. Там три на Б, кстати, прошли. И не знаю, видели их или нет. Сейчас Слэм немножко другой показывал. Ну, это 2-1-2 схема, по сути, как-то. Тут еще поджим. Поджима ждут сейчас Нипы в Тэшке. Ну, поджима нету, два остались. Они, видимо, тоже... Ой, сейчас просто бери... Нипы просто видели троих, и не поняли, что это возможно Нипов. Бери на силу и пары. Гранату, я имею в виду это. Ну, да. Ну, если... Слэк, кстати, ее потратил, спалил длину, увидел яму. Потерял полжизни. И выход Б. И выход Б четырех. Ой, кстати, там Хелпа хорошо сработает. ПТ. Минус граната и минус пистолета есть. Плоте отдаётся Фрайберг. И ФТ-шку осталось только нажать. Стреляется Фи Флорен, но тоже без шансов. Стигер уработал Фрайберга. Остается Кристофер Элиссун. Давайте посмотрим за Гетром. Берёт по 250, идёт верхний тёмный, видит парня слева. Понял, что этот перемещается справа. Ну, вот Бомба Бэйт, единственное, что сейчас помешает. Слушай, ну, походу, Маус Спорт учились играть по демкам Нипов, по-моему. Они сразу троих на Б поставили, как будто знали. По-моему, просто ты недооцениваешь талант этих парней. Да никого таланта, они угадали просто с атакой. А Нипы, как раз не расшатав защиту, просто вышли, считая, что... Ну, на троих, а вообще по факту, как ты любишь говорить, там уже было пять игроков, там очень хорошо стянулись все. Нет, тут без шансов, на. Вот и будет борьба, но всё равно я ставлю на Нипов. Всё равно, хоть и два пистолета, пистолетных раунда было у Маус Спортс. Пистолеты, такие пистолеты вообще. Смотри, как думаешь, не разберут Маус Спортс на Денюкве? Да они разберут-то на всех оставшихся картах, но может быть ещё и здесь разберут. Давайте досмотрим. Слам, почему ты не хочешь, чтобы они взяли дремонт? Да не он, он хочет интриги, он просто... Я хочу интриги просто сразу, я не хочу, чтобы три года какая-нибудь одна команда, опять из какой-нибудь там грёбаной Швеции, при всём уважении к этой стране, говорю это, заметьте, доминировала на сцене Counter-Strike. Всё, закончилось это время, надо, чтобы СНГ выходила и держала там, не знаю, держалась на первых и вторых местах, это очень хочется. А здесь пока что Rattlesnake, как гремучая из меня, погиб, минус Фифлара на парочек, дефенска бывает, а вообще агрессивно, давая просто даже выдохнуть. Ну тебе хотя бы бомбу поставили, алисун, тулэнштром, ой-ой-ой. В боём тут простали, нихреново, один на один. Один на один, ну-ну-ну, против Бизона, сглут, давай, гидрайт, нет. Ай, нет, Бизон здесь выжил, выжил. Ну, красавцы, Маус Спортс, но был Плант, и, возможно, сейчас будет какой-то бай от Нипов. Давайте посмотрим, они могут рискнуть, они уверенные в своих силах игроки, сложившиеся уже профессионалы Counter-Strike. 11-6, ух, какой счёт. И по деньгам классная ситуация такая, там очень мало денег у защиты. Берут, 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 там нормально. Ну смотри, 6-7. Мне интересен ПРБ просто, что он сейчас сыграет, на дроп или на фуллбай? Не, на фуллбай сыграл. 10 гранат купила команда Нип сейчас. Ого, 2 хаешки всего лишь. Но и зато там флешек хватает. По-моему, они длину будут открывать. Дым пошёл сразу на мидл от атаки. Смотри, закрыли центр дымом. Сразу два парочек, сразу фаст сплитом на, будет выход. ПТ, ПТ, чек мид в дыму. ПТ не зачекал. Не, ну тут сейчас начинает понимать британцы, что происходит. И мы смещаемся в этот момент к Волге. И она же реклама. Не попытается принять выход с Кэт Волка. Да всё, точка проиграна. Уже позиционно раунд за Нипами. Посмотри, что вытворяют эти Моу Спортс. На, по щам, убежал, повезло-то как. 8 хп. Но он зачекал, сказал, что два вышли. Всё, дали дым, дали флеш, ставится бомба. Никто даже не выйдет на длину. И спокойненько сейчас будет отфлешиваться, откидываться. Хотя три гранаты всего осталось, но тем не менее. У игроков на длине задача убить сейчас фифларно. А, у защиты тоже две флешки и дым. Если они его убьют, то они смогут, в принципе, сыграть на выбивание как-то. Ну смотри, у защиты две флешки и дым. На всю команду осталось. Парыч, что происходит? Сингер в дымах. Тут ещё второй, это спуск, точнее. Распал. Ну, минус. Опс, минус от Реттлснэйка. Минус два, может быть, сейчас будет. Разменчик пока три в три ситуация. Бомбу кто-то уже диффузит. И мы их дают минус. Два в... Нет, 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 нет. Парыч и подъём от гитаря. Вот эта нычка в углу сейчас очень хороша. Вот этот лишний ящик на пленте, он всё меняет. Вот да, вот этот ящик просто... Он имбалансный стал. Настолько его не хватало, если честно, здесь. Классная штука. Не, ну как-то надо ещё на пленте отбиваться, да, от подъёма, если пуш подъёма выходит. Просто если оставлять, да, с два такими же, какой он был в 1.6, то это будет... Ну, просто КСГО, это из крайности в крайность, да, подкопали нам Нюк и Трэйн Б, просто вынесли все вагоны, вот. А тут, наоборот, добавили текстур. Ну, как-то... Не вижу схематичности в их действиях. Аркада Парыч и минус ноль сразу, где-то должны были сломать. Нет, 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 нет. Отжимает, ох, на 50 кп, минус мид. Нет, нет, ну да, пока что, да, вот он мид. Йоханссон. Ну, восьмой раунд заработает сейчас Ниндзи в пижамах и... Смотри, мы сейчас с парапетом пошли на длину, а на длине там готовится, и сейчас такая заворута. Мы имеем красивую игру, когда команда, проигравшая два пистолетных раунда, пытается тащить и... Ой-ой-ой, экзист, все пуш слышали, подловили вместе с Форестом, в принципе, этот пуш в спину. Не удалось здесь зааркадить, выгодно остался Раттлснэйк один и... Будет в П-2000 пытаться... А пусис, да, пусис устраивать. Тут все ясно, Абису, что у него не получится сделать над своими соперниками. Ну да ладно. Не, ну че, классно вроде играют Мау Спортс, но, знаешь, вот видно, что слабенький все равно, вот по сравнению с Непами. Ты недооцениваешь Мау Спортс. Я, по крайней мере, вот в них верю, я думаю, что все же. У тебя кто в прошлом матче недооцененные сорсеры? Самовыражение вообще, вот, если вдуматься. Ну так меня написали просто про них. Недооцененные сорсеры, то есть во время сорса... Ну то есть, давай правильно сказать, не раскрывшие до конца свой потенциал сорсеры. Да нет, просто команда, которую недооценивали в Counter-Strike сорс-турнирах. Все, вот что я имел. Ну, видимо, что не зря. Ну как это не зря? Они взяли вот и перевернули просто. Ну вот когда заберут первое место хоть где-нибудь, тогда можно о них поговорить. А так пока смотрим. Хорошо, ждите слезо стаффер от поражения команды НИП, которая умеет играть лучше всего. Не, я во первых, кто ждет пока, чтобы НИП проиграли. Я вообще парень на районе. Так поддержи парней из Maus Sports. Не, нет, я не хочу, чтобы это были Maus Sports. Я хочу, чтобы это был кто-то из СНГ. А я хочу, чтобы на этом турнире был кто-то из Maus Sports, потому что СНГ команды на нем нет. Пойми ты, это уже табло. Ну тогда пусть другие шведы поломают этих шведов. Пусть другие бывалые. Пусть лучше вон норвежь сломает. Реально, там два викинга в команде Maus Sports должны ломать. Кстати, второй полуфинал Лемон Докс против Fairy Games. И сейчас я вам скажу, какой там счет и кто к чему, кто куда. Идет параллельно, к сожалению. 25 в пользу друзья команды Fairy Games. Какая интересная игра на первой карте. Ну, это же все-таки твои Лемон Докс не собрались на французов, которые волнами выступают на турнире. То хорошо, то плохо. И опять же, скорее повторится финал. Тот же финал. НИП Fairy Games. Сколько можно на них смотреть уже? Ну, если повторится, ничего страшного, посмотрим, как французики отхватят. Ну, кстати, они такие, знаешь, у них много злости накопилось за последние турниры. Ну, это дело, вот мне не нравятся французы, вот именно команды Fairy Games. Я просто видел видео, как они играют на лане, то есть, как они общаются, как они себя ведут. Ну, тебе просто французы не нравятся слэмом? Нет, нет. Француженок я люблю, а они вообще супер. Да. И круассаны тоже, скажешь. И круассаны тоже, и амлеты по утрам. Короче, тема в том, что... Появилась АВП у нас на карте у Rattlesnake. У меня такое ощущение, что у них такой стиль, что это просто, знаете, 5 скиловых игроков, которые хорошо стреляют, а вот проявить инициативу в матче эти чуваки реально не могут. Они не пам там на откусывали на дасте втором на ESVC, что смешно было смотреть. Ну, ребят, быстренько расскажу, что произошло. Команда NIP сейчас играет раунд через Т-шку, и уже Фрайберг выходит на Витл. Туда же выходит Гзиск, это сплит на В, быстрый раунд, причем за 20 секунд, за 30 делает его NIP. И смотрим... И минус 5-то на заходе от Фрайберга, первый зажим Фрайберга, который ему дает... Там стингер один в точке остается, Rattlesnake пытается кого-то подреться с ОВП. Получается, Форест не может зайти в двери, но дает минус за то. С разворота, с разворота, между прочим, выписал. Остается последний PRB, а у Мау Спортс, и у него шансов крайне мало здесь на то, чтобы... Ух, хорошо, как Фрайберга. Пытается сыграть в Агропуш с Тэшки, Фифларен дает им в Тэшку и бежит с бомбой на Апленд. Бегом, 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 бегом. PRB слышал, что ли, его разводят, да, а Форест вот здесь подрежет. Конечно, развели, развели бедного PRBшку. А PRBшка, смотри, что делает. PRBшка, хитер, байбер, Норвегич, нижняя Тэшка. PRBшка, нижняя Тэшка. Норвегии тоже холодно, говорит, PRB, и на морозе бежит на Апарыч. Продолжение следует. Какая жесть, какой нужный раунд. Горолева Великобритания переворачивается сейчас прямо за столом во время чаепития от этого норвежца. Подавилась, да, подавилась, и уже... Подавилась, наверное, запивая чаем очередное пироженка. Да, и вот в эту организацию МИ уже, наверное, совершить звонок, нужно искать, что... Выдать награду. Выдать награду, да, в МИ-6, в МИ-6 звонит и говорит, помогите пацанам, сломайте руки и драйдов. Не, PRB красавчик, это называется на морозе за дефузел. Повезло, вот откровенно, грубо ошибся, вот, игрок команды НИП, назову его сорсером. Не, ну он просто не знал, что у PRB есть дым, если бы у PRB дыма не было ситуации... А даже если есть дым, ну ты как бы играешь, поставь по-другому бомбу, чё ты там... Чё он спешил-то так её поставить? Там чё по-другому? Тем временем 16-5, чё-то на первой карте между Веригеймс и Лимон Докс и вторая карта Интернет Се, если... Красавчики, Маузы, ну, им так больше не повезёт, тем временем. Ну, знаешь, везёт сильнейшим, так что... Да, нет, везёт, они будут, может они сейчас будут, знаешь, что... Сейчас Таффа говорит, 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 и через полгода, мало знаешь, там топ-1, топ-1 в мире, всех казнят, всех карают, и Таффа говорит, да сколько же и ввести, то можно и просто... Забудь, забудь, никак. Везёт тому, кому везёт вообще, поэтому... А не тот, кто сильнее, ладно, смотрим. За продолжением, вот, Раттлснэк сейчас не понял, куда пойдёт атака, он, видимо, ждёт здесь фейк-такки на и стяжки на Б, потому что Форест там... Ну, Форест просто фейкует, он показывает, с атакой на Вон, сейчас перестреливается в тупую СБ, он не боится с платформой и даёт... Минус, какая шара Форест, что ты делаешь? Раттлснэк минус 1, не минус 4, моментально просто на всех позициях, но всё, и Форест зажимает пепе на Б, и... Форест, Форест, прекрати, как там, понял, эти мемы, там... Форест, что ты делаешь? Прекрати, Форест, что божечки? Он просто ломает... Да это не КС, это какое-то... 1210. Это какое-то 1210. Сейчас посмотрим на Фифларона его просто... У него тоже интересная тактика была, три партии, длина... А Фифларон покажет нам прострел на центре. Не покажет. Все девушки на этой планете ждут этого прострела, и... Чёрт побери, удар по столу! Чёрт побери, почему? Почему они прошли просто не по таймингу? Почему они так сыграли? Это проклятие всех снайперов, только ты убираешь прицел, или только ты начинаешь движение мышкой, и на этот прицел, вот там, где был, туда кто-то выходит. Это постоянное. Да ладно, Маус... Кто со мной согласен, ставьте лайк. Маус, в любом случае здесь уже респект за красивую игру в первой половине, за уверенную игру во второй половине, но сейчас это может... Так, давай Фрайберга, на него тут трое выходят, его сейчас походу... Опа-па, ломай, ты Мэйк сразу же Фрайберга. Забрали один калаш, так, хорошо. И бегом продавать. Бегом продавать. Жалко, что нет чёрного рынка, знаешь, что пока тебя не защемили, ты не успеваешь продать свой девайс. В принципе, твою идею, Вальф, я думаю, воспримут крайне серьёзно. Конечно. Так как они... Не, меня реально убило, когда... Они, знаешь, сидят с блокнотами на нашем стриме и только слушают, что ж там Таффа и Слэм посоветуют. Если бы нас слушали, то это были бы звёздные войны. Не, если бы они вообще читали почту и слушали нас, они бы уже от меня сообщения давно прочитали по поводу Гоу ТВ. Но пока у них там всё с топом стоит. Вот так я хочу нормальную Гоу ТВ-шку, всё, что мне нужно. Такой взист, такой хитрый такой. Опа, и такой МХ минусует. Отспреивается от Линберга, но от Фореста не убежишь. Патрик Рупит, друзья, просто Рупит. Вот сейчас он пытается накормить здесь вкусняхами свинцовыми в ПРП-шечку. И делает это. Ещё и голова... Через дверь, прострел. Здесь прострелы эти пересчёты упраждаются. Ну а тем временем давайте обратим на вообще верхнюю часть нашего экрана и посмотрим на счёт. 11-12 в пользу команды Мау Спортс. И всего один раунд. По дегам есть Байо. Есть Байо Маус. И вот если они его сейчас сделают, то не ошибутся. Лучше... Да, они будут копить. Они будут копить деньги и играть железно. Ну нужно ВП походу им защите. И может быть даже не одно. Хотя я вот сколько смотрел Мау Спортс, играли только через Реттлснейк. Ой, Фифларен подрезает. Вот он прострел. И вот минус Реттлснейк сразу. Честно могу сказать, что Фифларен всё равно слабенький снайпер. Вот честно. Он явно послабже там. Он не формата команды НИП. Вот он не формата. Вот как бы он ни старался. Он послабже будет любого снайпера из 1.6. Да я говорю не про 1.6, а я сейчас смотрю в гол снайперов. Того же Реттлснейка он гораздо круче, чем Фифларен играет. Файберг. Фифларен, Фифларен. Фифларен сурсер. Ну какая разница, там сурсер, неважно сурсер или не сурсер. Я говорю какой он снайпер в гол. Вот он не самый сильный. Знаешь, если будет бритва, если когда-нибудь кто-то обыграет не Пов, то первого сбреют именно этого парня. Ну я думаю, что скорее всего уберут Фрайберга сначала, а Фифларена оставят просто. Хотя может быть он там гениальный стратег и расписывается с тактики. Я смотрел одно видео, короче, где играют ним, там слона запись, да, и расклад был в том, что, например, там команда, знаешь, это команда Петюня, все такое. А вот Фрайберга Петюнями сейчас уже определять начинает потихонечку. А то есть уже началось, да, да, да. Есть у меня такое подозрение, что светская вот эта вот мыльная опера начнется совсем скоро. После Дримхака фактически сразу. Не давай Петюню этому боту там. Эй, Форест, не общайся с ним. Да не, они его просто кикнут. Я не просто его кикнут и возьмут, наверное, Моди себе в состав. Ну нет, Моди им не нужен, им нужен хороший, очень хороший снайпер. Хотя таких хватает. Делпан, где делался Делпан вообще? Кто, он где-то спился, знаешь, там, со времен эската, борода такая, где-то с бомжами, как этот Киану Рив стусуется. Делпан такой, со шкалотой, нет, где-то со шкалотой на районе. Все, смотрим за продолжение. Выход длины у НИПов очень быстрый какой-то раунд, пытаются играть, да. ПТ-Аркада, Верхняя Темная, эта информация. Так, смотри, куда ушли, куда ушли, Моу Спортс. Смотри, просвет уже в дыму, второй дыму ложится, просвет, парычи, дяд. Идут флешки от мышей. Моу Спортс еще интереснее играет, они убежали с точки. Посмотри, посмотри, Рэтл Снэйк. Он дымил специально парыч, в него улетела Гренко. Он понимает, что с дымом, скорее всего, на него в путь уже никто не пойдет. И сейчас у ММХ будет интересный момент. Моу Спортс уже находится в том состоянии, когда по первой флешке вся команда стягивается. Смотри, в какой позиции у нас ММХ находится. Он тут немножко в шоке, он сам не понимает. Да, я вижу, смотрю, за ним. Мне кажется, они сейчас могут делать все, что угодно с Моу Спортс. Разводить, фейк на фейк, фейк на фейк, обычный раунд аркада. Хотя вот сейчас раунд могут проиграть, три в пять. Смотрим, тащат, тащатся. Три в два под флеш, и это минус будет. Нет, Кзист, оп, убивает ММХ. Минус от Трифларена. Дефьюзбоббы, дефьюзбоббы уже идет вовсю. Три, две, одна, одна. Не убило. Сколько осталось? 42 холса, да? Это Маус и Спортс, друзья. Нет, знаешь, чем проблема? Оставалось два игрока. Один там дает хаешку, флэнт, а у второго закончились патроны в калаше. Он не мог прошивать угол, и он уже побежал. Просто побежал, знаешь, на звук, чтобы отвлекать. Опять же, Маус не получилось раскидать этот плент нормально, если бы не вот этот парень с ником ММХ, который отстоял фактически под плентом пол-раунда. Чтобы было так и закрашивало. И нечего. А здесь пока что играется буст парыч. Смотри, как Ритлснейк дал Фифларну, который его ждал, ждал, получил в ногу. Ждал, ждал, дождался. Смотри, что делает. Повезло, что выжил 19 холсов с ВП. Просто на морозе заходит на ноль и сразу дает минус по Фрайбергу самому слабенькому, но Линдберг его закрывает. Ему вся команда НИП сказала, спасибо, что ты разменялся, друг. Спасибо, что разменялся. Минус Арктиста. Есть, минус ПРП. Неосторожно. Минус на дне, сейчас будет Арктидрайдер. Жим против ВП, Ритлснейк, естественно, проиграл. Ритлснейк затупил, да, не дал шот даже. А он флэшоный был. Флэшоный в том, что там под флэш заходили. Вообще поймали хорошо. Ну и 4 в 2 тут, наверное, уже сейвят парни из Великобритании. Давайте посмотрим вообще, где. Да тут не сейвят, тут играют до конца. Пятый будет стараться. И вот уже, ой, с гранатой в руке подловили. Зря играют до конца, зря не сейвят. Денег там 3-2. Сейчас дадут еще бабла. Ну вот, не больше 3-х. 3600 максимум. 3200, 1900, 2303. О, борода. А что у нас тем временем по хэштегу КСС ЛТВ? Ящик на пленте А, там еще с КСС Расскажи Тафе. Спасибо. А что в КСС было в ящике на пленте А? Ну и ящик, в смысле, тот, который мы с тобой обсуждали. Вот он там стоял. Да. Хорошо. Спасибо. Окей, смотрим за продолжением. Друзья, напоминаем, это полуфинал Дримхака. Параллельно идет второй полуфинал. Это только первая карта. Мауспортс. Ну это самый интересный полуфинал. Подожди, подожди. Мауспортс начинали эту игру со счета 9-0 в их пользу, но уже 13-13. И мы смотрим за Эко Мауспортс. И Нипы впервые в этом матче сейчас выйдут вперед. Впервые. 14-13. За 27 раундов. Это жесть. Ну, удачи дальше. Мауспортсам, ну, получше, конечно, им нужно играть. Дальше будет. Они взяли два пистолетных. Это вот такой счет. Опа, ауги пошли. Аук от Стингера. О, покажи, аук. Аук, это интересно. Очень мало, кстати, вижу ауги на чемпионате. Стингером? Да. Давай. Буквально единичные случаи. Хотя, вроде, сам играешь. Вроде, неплохие. Неплохие такие пушки. Так, чук-чук. Четко стреляют вроде. Ну, не знаю. Давайте паспорт. Алисон, вперед. АВП. Правильно. Нехрен Филарно с ним играть. Он по щам получает. Ну, не по щам. Он просто погнали. Он проиграл таймингу по таймингу. То есть, он должен был открывающих сразу убивать. Видел этот новый мем с вертухи по щам? Да, да, да. Тут, пока, что форест дал одну флешку сам себе. Второй набросил на парыч. Все, они знают, что это А, скорее всего. Они знают, что это ЛИБА. Либо разворот на Б через МИД. Ну, что, 4А Плэн принимает. А вот сейчас, конечно, поздновато уже НИП атакует. Им нужно понять, что это... Ой, Реттлснэйк. Как неаккуратно разыгрывает нижнетемный стингер. АУК. И игра от рекламы. Реттлснэйк мог, конечно, получше сыграть. Тут будет разворот на Б сейчас у НИПов. Они подождут сейчас сначала МИД. Если МИД не убивают... Ну, уже понятно. Реттлснэйк сыграл криво. Ему нужно было дать минус и выжить. А вот теперь он освободил Тэшку, освободил пространство на Б. Тема в том, что он как бы совершил ошибку какую. Он открылся здесь. Он выстрелил, не убил парня, потому что тот пропрыгал. Он запрыгнул на эти ящики, чтобы догнать парапет. Догнал парапет. Но тут еще один чувак стоял, которого он не видел. И был ответ. А, ну не повезло. Окей, минус от Фрайберга. 4 в 3 в большинстве НИПы. И, по-моему, все-таки все идет под шведскую дудку. Хотя нет. МХ на центре. Видит голову Фрайберга. Моментально его бреет. Опять НИПы. Говорят спасибо за это. Гидрайт открылся уже на пустой Б плент. И сейчас будет разыгрывать. Но еще Фифларн есть. Они даже из Фифларна говорят спасибо. Сейчас на Б будет минус либо от МХ, либо МХ погибнет. Ну вот Гидрайт. Стингер опасно стоит. Он уже на А пленте, на спуске. МХ. Как погибает. Фифларн минус АВП. Сбирает ПРБ. Стингер реализовал АУК против Гзиста. Причем, если бы вот у него был сейчас Кольт, он бы не дал бы этот минус. Вот он так четко на зуме, четко в голову дал этот шот. По-моему, Мауспорс использует все позитивные, полезные южки. Ну что, спецназ победил? 14 и 14. А у тебя английская версия, да? Да. Эээ, ладно, у меня на экране. Спецназ победил. Так, ну это по факту как бы спецназ. Правильно. А по деньгам то что у него, кстати, там. А, там все шоколадно. Десять тысячи. Там сейчас будет раздача тропу. 14-14 фантастика. Фанта. Как такой раунд не поддают? Что они там лазят где-то. Поэтому Парыча получают по голове. Причем не по отсадке. Просто с места их там парень тушил. Фифлара, кстати, спалил сейчас 2Б. 2Б спалил, да? Ну а ну давай смотрим, как реагирует сейчас. Быстренько в длину выходит. Вот такая реакция от команды НИП. И, наверное, будет еще Парыч выход от Гетрайта. Через ящик он пропрыгнет. А Парыч смотрится Реттлснейком и, да, сразу реагирует на длину. Все. Гетрайт на Парыча. Три в три драка. Длина. Должна быть флешка. Еще флешка пошла. Еще флешка пошла. Еще флешка. Просто чуть не дали. Ой, 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 кровололу сколько. Сейчас просто. Нет, Реттлснейк. Что ты делаешь? Прекрати. Он сам себя слепит, но дает минус. А, Реттлснейк убивает, но там Хелпа сместилась. Правда, Плэнт уже заняли. Смотри, Гетрайт на планте, а под Плэнтом не прочекал. Там игрок. Ну вот там же он прям под тобой. Гетрайт, ну прямо под тобой. Вот он. Гривается Петт дает минус. Его разменивают. Ну я тут смотрю, автодиректор Матфи Флауна просто. Все, все. Стингер уходит в инвиз. Не, а я пошел в Парыч. Пошел в Парыч, смотри, он сейчас пойдет брать раунд. Ему пацаны все его сказали, иди, иди, брат. Конечно, иди. Армора нету, а девайс купил. Вот ты маньяк, а. Стингер товарищ без арморчика. И его Гетрайт наказал за это. Просто наказал. Вот и матчпоинт у ниндзей в пижамах. А, тем временем уже Веригеймс, да, выиграли первую карту? Веригеймс выиграли первую карту. Они разорвали на первой карте своих оппонентов. И сейчас расклад такой, что они только-только начали играть вторую карту. Вторая карта Инферно. Это пик Леймондогс. И посмотрим. Да, ребята. Кстати, сразу буду вас потихонечку предупреждать по поводу суперфинала. Хотя они по аркаде от на B, наверное, попозже. Да, наверное, попозже. А, нет, 3Т-шка, дефолт. Так вот, финал. Первая карта играется в зале. Потом, наверное, будет где-то час паузы. Команда будет пересаживаться на сцену. И финал потом будет на сцене продолжаться. Тупейшая система. Я с вами согласен. Да, и тупейшая система. Но на ESVC вообще сцены не было. Потому что на ESVC организаторы тупанули на 300% с 50%. Не, они просто не знали, что так вот может долго идти женский финал. Я верю в тебя, но и тут без шансов 4 в 1. Все, 16-14. Первая карта за них в тяжелейшей борьбе против британцев Mousesports. Вторая карта, друзья, будет Inferno SE. На ней мы с вами увидимся. Как только ребята отдохнут и обсудят, что будут на ней делать. Опять-таки это где-то минут 10-15 после матча. И финальный счет шансов 14 на первой карте. А как все хорошо начиналось для Mousesports. 9-0 они вели в счете в этом матче. Но после этого смогли взять лишь 5 раундов. Вот такая печалька. Беда, беда, конечно. Но следующая карта, наверное, будет сыграна в мясо, наверное, за Нипами. Потому что она их. Именно их. Все. До встречи, друзья. Совсем скоро мы вернемся в эфир. Минуток через 10. Отдохните. Тоже вот как и мы. Па-пам, па-пам.